друзья всем добрый вечер вот такие интересные интерьерные шары которые можно дома поставить они просто интерьерные ну я вот вообще сделаю с такой целью я поставлю на клубу между кашпошками чисто для украшения если сюда и поставить гирляндочки внутри с батарейкой можно сделать светящийся шар это на лето вот ребята делаются они очень просто эти шары у каждой плиту не есть остатки ротанга которые как бы мы уже никуда не может приспособить ну как бы не выкинуть жалко да вот эти остатки все-таки мы же за них платим деньги и вроде бы лежат они у нас целый кучей но вот в итоге у меня собралось вот сколько столько много остатков всяких всяких и как бы можно их приспособить у каждой плиту не есть пруток меня пруток совершенно случайно здесь наверно 4 миллиметровый и вот этот пруток он очень жесткий ребята он такой жесткий что им плести просто невозможно ну вот он такой и я на досуге просто придумала я много видела таких интерьерных шаров делают их из воздушного шарика надувают а потом ротангом оплетают ну что-то мне вот этот способ как бы воздушный шарик потом лопаешь вынимаешь тоже хороший способ годится но я воспользовалась другим способом очень-то с этого прутка я сделала три вот таких окружности три обруча вот ну произвольно кому сколько какой большой шар надо вот три таких здесь я их закрутил немножко на скотч чтобы держались вот эти обручи чтобы они не распускались затем я их вот так собираю вот в общем то на пересечении делаю вот такой глобус и сюда вот можно закрепить это все увидите уже получается шарик можно закрепить это все скотчем вот на пересечении вот этих меридианов закрепляем скотчем важно еще что вот в этой окружности ребята вы когда мы их соединяем где соединились они здесь получается прорезь я их вот тут скотчем здесь с двух сторон а здесь прорезь но это просто для удобства чтоб потом зацепить ротанг ну вот в общем то сейчас я их зацеплю скотчем и продолжим потому что неудобно больно ну хотя сейчас попробуем здесь нарезать сразу несколько отрезков скотча чтобы под рукой было потому что когда собираешь вот этот вот этот шарик до который как бы у нас прозрачный шарик как он называется то вот то неудобно держать руками клеить можно сразу нарезать я просто так волоску беру скотчи и нарезаем небольшие отрезочки потом я вот сейчас на этом шарике убрала этот скотч хотя вот здесь вот тоже вот на пересечении еще видно скотч но его легко можно убрать потом без особых проблем это просто для нашего удобства потому что не очень удобно держать его так 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 я сразу несколько кусочков наёла ну и вот просто соединяем вот так вот так вот делаем нужна такая шарик делать чтобы собрался шарик у нас хотя даже если не 90 градусов будет это не очень страшно потом перешек продим в принципе вот на глазку поманк делим тут также заматываем на 90 градусов вот ну ничего упадаем скотч таким образом видите уже что то нарисовалось и третий вывод сюда вставляем серединку вставляем серединку и здесь у нас получается 4 точки прикосновения здесь было 2 а здесь уже 4 там что датчик 2 отсюда вот ну и также примерно кастрюкет при родской спарах и places вставляем скотчика ну я не скажу что я высчитывала там точные размеры тут может быть не совсем точный шар но в принципе это не играет никакой абсолютно роли потом когда вы душайте он же нужно как бы его формировать там же тогда какая활щия опять и туда и сюда его можно сделать формировать шарик нужно сформировать и он будет нормальным вот уже несколько точек и еще у меня осталось две точки прикосновения сейчас я зацеплю чтобы было возно Ну, я не знаю, почему мне этот метод больше понравился, чем с воздушным шариком Он, что воздушный шарик, как бы, нет, мне не жалко его, но он не всегда бывает дома А вот при помощи всегда есть ростанка, всегда есть ростанка Да, проверяем Так, здесь, помимо вылаза, я не спешусь, прицепим Так, пойдем, у нас еще несколько, несколько умней Ну, вот, вроде бы, такой получился шарик Не совсем правильной формы, но, я говорю, ну, по-моему, присталь для него не принципиально важно Ну, и все, вот, закрепили Теперь, давайте, помните, вот эти, вот, наши дешевые царя, проще прорези, которые я говорил, вот, то, что остаются, можно даже подвинуться через кочки Вот, мы будем цеплять, вот, у меня много-много сядей поставочек Ну, на первую возьму то, что подлиннее Так, то, что подлиннее, примерно совсем длинный Так, вы стучитесь Ну, вот, берем ротан, вставляем эту прорезь, вот, ну, как для уроки нашего И идем же Отплетаем сюда, непроизвольный фроник, немножко делаем припуск, все-таки это шар будет у нас, да? Съеху снизу и в любой форме Сейчас нужно не говорить, немножко поставлю сюда Вот, 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 вот Потом костики можно заправить Тоже, ничего страшного Вот, 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 вот Вот, 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 вот Вот, 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 вот Вот, 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 вот Вот, вот, вот Вот, 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 вот Вот, вот, вот Вот, вот, вот Вот, вот Ну что, друзья, вот Уже более-менее стал шар вырисовываться, потом, конечно, можно его еще немножко так сделать И продолжаем оплетать Ну, хочу сказать, что, чем больше диаметр вот этого шарика, тем тяжело его укротить Потому что ротанг во все стороны, концы, ну, потом вот эти паники, которые вот торчат, мы их попрячем И, хочу сказать, что вот на большой такой шарик, то сначала лучше брать лозы подлиннейшие все-таки, ну, не совсем короткие Потому что чем больше шар, ну, окружность больше, ну, тяжело просто укротить его Поэтому чуть-чуть побольше длины лозы, ну, там такой расстается у вас А теперь, когда уже более-менее шар сформировался, можно уже лозы брать все короче И там делать есть проплешины, такие пустоты Куда побольше заправлять ротанга Ну, и так же, как ротанг, естественно, мы делаем сверху, снизу, пропускаем сверху, снизу Чтобы это у нас подержалось, крепкая накидка Ну, вот, таким образом проплешины закрываются И образуется такой шар Так, ротанг, где повернулся, поворачиваем Чтобы было все красиво, видите, здесь большой пробел Так, он не заплясованный Поэтому сейчас мы его вот так вот, прям, несколько раз закроем Чтоб что-то у нас получилось Ну, в принципе, можно Единственное, что согладать сначала с ним тяжело Потому что все это разъезжает с во все стороны А потом, когда уже он более-менее сформированный То уже как-то полегче Ну, делать можно, надо пробовать Так, помачивайте Ну, это остатки, они, может быть, где-то и согнутые были Поэтому не совсем Так, и не забываем пропускать вот через наши меридианы Чтоб все-таки шар как-то это Формировался у нас Чем дольше мы пропускаем, тем жестче у нас торкался Вот Дырочки Ну, вот, ребята, здесь уже ласты заправляем Это Такой способ, чтобы у нас Не оставалось остатков таких, которые лежат Хотя, конечно, можно ввести из остатков, даже коротких Кашпо-гнездо Вот, кашпо-гнездо вообще придется Там вставляются вот эти короткие остатки Так, вот я так сильно торчит его немножко туда И он не тот Можно будет вот эти кончики где-то подтянуть Заправить Ну, и вот так, в принципе, формируется шар Ну, вполне ничего себе так шарик Сейчас я его еще побольше заплету Ну, вот Очень быстрый, легкий способ Когда Руки надо чем-то занять Хороший способ Вот Ну, придите все Для красоты Для нашего удовольствия Профессор Потом Пропрофессор Пуф 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, друзья, вот такой шар получился большой. И в основном все у меня остатки закончились на нем. Ну вот, все-таки это какой-то способ утилизировать остатки с пользой. Ну, конечно, трудность составляет только первоначально, когда формируешь шар. А потом уже можно хоть сколько сюда уже остатков. Ну, довольно-таки большой.